Представленный на MVC 2018 Zenfone 5 мог запомниться вам как один из первых Android смартфонов с вырезом в экране в стиле iPhone X. Но забегая вперед, можно сказать, что он интересен не только этим. Из-за выреза в экране и вертикальной ориентации двойной камеры хочется сказать, что Asus Zenfone 5 выглядит как iPhone X. Говорить об идентичности материалов корпуса и буквальном копировании нельзя, но наличие схожих особенностей отрицать не возможно. Общий подход к дизайну стандартный. Металлическое шасси зажато между двумя панелями из стекла. Все хорошо собрано, а если покрутить Zenfone под источником света, то от сканера будут расходиться радиальные лучи. Это один из любимых узоров Asus. Все элементы управления находятся на своих местах. Это физические клавиши справа, разъемы Type-C и миниджек снизу и сканер сзади. Из необычного отметим наличие сразу трех микрофонов, а из придирок – не самые плавные переходы между стеклом и металлом корпуса. Для разблокировки можно использовать или привычный сканер, или более модное распознавание лица. Оно работает с нормальной скоростью, но медленнее, чем на OnePlus 5T или Huawei P20 Pro. К сканеру никаких претензий нет. Он расположен в небольшом углублении и срабатывает моментально, плюс позволяет свайпом открывать и закрывать панель уведомлений. Zenfone 5 получил 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, а тонкие рамки экрана позволили довести соотношение площади экрана к площади лицевой панели до 90%. Цветовой охват экрана заметно шире пространства SGB, а яркость изменяется от 4 до 475 кандал на метр квадратный. Измеренная контрастность 1 к 802. Матрица прикрыта стеклом Gorilla Glass с отличным олеофобным покрытием. Никакая из отдельных характеристик экрана Zenfone 5 не поражает воображение. Но все они на уровне выше среднего, так что в итоге дисплей оставляет крайне приятное впечатление. В плане железа Zenfone 5 готов предложить платформу Qualcomm Snapdragon 636, 4 и 64 гигабайта памяти, а также комбинированный слот для установки второй nanoSIM или карты памяти. Глядя на номер платформы, можно подумать, что перед нами очередная разогнанная версия Snapdragon 625, но 636 дракон имеет более заметные отличия. Разница в использовании ядер Creo 260 вместо характерных для среднего сегмента Cortex-A53. Именно поэтому при обычном использовании Zenfone 5 работает заметно быстрее других аппаратов средневысокого сегмента на более слабых платформах. Это еще не уровень актуальных флагманов, но смартфон сделал очередной шаг в их сторону. К сожалению, большая производительность процессорного блока не коснулась графики. Adreno 509 практически аналогичен Adreno 508 в младших чипах Qualcomm. Поэтому смартфон не устроит тех, кто гонится за максимальным FPS и качеством графики в играх. В остальном перед нами стандартный смартфон средневысокого сегмента. В него не забыли добавить модуль NFC, есть FM-радио, поддержка двух диапазонов Wi-Fi и Bluetooth 5.0 с кодеками aptX HD и SBC. Аппарат работает под управлением Android 8 с фирменным интерфейсом ZenUI 5.0. Дизайн оболочки не получил кардинальных отличий по сравнению с установленной в Zenfone 4, хотя мелких изменений предостаточно. Следуя за Apple, компания не забыла создать из Animoji — собственный вариант Animoji. К сожалению, работает этот инструмент пока плохо и поддерживает минимальное количество масок. В случае наличия выреза в экране важно не только принять сам факт его наличия, но и понять, как это работает. У Asus в этом плане есть как сильные, так и слабые стороны. Относительно широкий вырез и крупные значки уведомлений привели к тому, что в статус баре помещается всего по паре иконок с каждой стороны, а остальные можно увидеть или открыв панель или просто тапнув по ней пальцем. На рабочем столе работает свайп вниз и в зависимости от того, по какой стороне дисплея свайпить, вы можете открыть как только уведомления, так и всю панель с переключателями. В плане работы программ все стандартно. Те же игры просто растягиваются до выреза в экране и ничего не мешает их нормальной работе. Единственная загвоздка есть видео на YouTube. В последней прошивке оно разворачивается не до выреза, а вообще на весь экран. Из-за чего еще одна часть изображения оказывается скрытой. Это может как нравиться, так и раздражать. Двойная основная камера досталась Zenfone 5 от прошлой модели. Два сенсора на 12,8 мегапикселей с обычной широковольной оптикой имеют те же характеристики, но современный чипсет позволил добавить так называемой функции искусственного интеллекта для распознавания сцен и улучшения качества съемки. Zenfone 4 был одним из лучших смартфонов в среднем сегменте по части камеры и про пятую модель можно сказать то же самое. Аппарат прилично снимается даже в относительно сложных условиях. Конечно, его камера уступает флагманам, но по сравнению со всеми середнячками разница уже не так заметна. Аккумулятор на 3300 мАч позволяет рассчитывать на стандартный день полтора работы на одном заряде с итоговыми 5-6 часами активного экрана. Поддержка быстрой зарядки есть, но подходящий блок питания вам придется покупать отдельно. Еще Zenfone 5 может похвастаться стереодинамиками. Роль второго спикера в нем выполняет разговорный динамик, который подыгрывает в такт основному. Звучание Zenfone у нас приятно порадовало. Есть объем и минимальный стереоэффект. Уровень громкости хороший, хотя на максимуме основной динамик звучит с небольшими перегрузами. Со звуком в наушниках и по Bluetooth тоже никаких проблем, все на отличном уровне. Асус Zenfone 5 нас приятно удивил. Конечно, его можно обвинить в копировании отдельных решений Apple, но в целом аппарат получился очень сбалансированным и во многих нюансах готов предложить больше ближайших конкурентов. Он получил вполне производительную платформу, хорошие объемы памяти, приличные камеры и нормальную автономность. Бонусами идут функции, которые встречаются во флагманах. Это качественные стереодинамики, возможность разблокировки по лицу и платформа с искусственным интеллектом. С такими данными цена в 13 тысяч гривен выглядит вполне оправданной. Так что, если вы выбираете смартфон в этом ценовом диапазоне, то к Zenfone 5 точно стоит присмотреться.